Чемпионат мира И около 10 минут остается до старта И за 5 минут до старта спортсмены должны стоять уже здесь на первой стартовой линии 5 минут до этого момента у спортсменов остается Будьте внимательны, не опаздывайте 4 минуты у нас остается до того момента, как первые спортсмены здесь на предстарту Первые предстартовые линии окажутся И самое время еще раз назвать те, кто у нас готовится стартовать Еще раз напоминаю, что сегодня соревнования проходят в формате гонки-преследований Довольно уникальный старт для соревнований по спортивному ориентированию Но один из самых зрелищных и интересных Соответственно на дистанцию спортсмены уходят в соответствии с гандикапом Полученным накануне по итогам спринтерских соревнований И у мужчин первый стартовый номер сегодня у чемпиона вчерашнего Саннимира Беломажева Первого номера мирового рейтинга из Болгарии Дальше с 5-секундным отставанием Юрий Языков из Белоруссии на дистанцию отправится Дальше, дальше одновременно стартуют Томас Котра и Якуб Шкода из Финляндии и Чешской Республики Соответственно 30 секунд будет уступать лидеру Миса Тумала Финляндия И дальше на 43-44 секунде на дистанцию отправится сразу 4 ориентировщика Юрий Юситала, Кивленнис Раева, Йорген Хоген Мецлен и Александр Злобин из России Продолжение следует... 25 секунд, Юрий Языков из Беларуси. И затем 21 секунд, два прыжка, Котро Томас из Финляндии и Яков Шкода из Чехии. И затем 30 секунд, Миса Тумала из Финляндии. И затем 43 секунд, три прыжка вместе. Юрий Юситала из Финляндии, Раева Кивлинг из Латвии, Юрген Хауген Мацлин из Норвеги. 44 секунд, Александр Злобин из Руси. 47 секунд, Иван Повешев из Руси. 50 секунд, Сандра Трютман из Свеции. 51 секунд, Теро Линнамя из Финляндии. 57 секунд, Бьорнар Квалия из Норвеги. Вы можете видеть, что 30 прыжка, 13 прыжка начинаются в 1 минуте. Это будет очень интересно и тяжело. Это будет только 1 минута для первых прыжка, чтобы начать коридор. Поэтому, пожалуйста, уважайте, что все прыжки, которые начали в первых минутах, должны быть уже в начале. Я за оставшиеся буквально несколько минут до старта подчеркну еще раз, во-первых, поприветствую всех наших болельщиков здесь на трибуне. Сегодня очередная интереснейшая гонка. Она проходит в формате гонки-преследования. На самом деле, вам очень-очень повезло. Вы сейчас воочию увидите то, что практически никто и никогда не видит. Гонки-преследования в ориентировании спортивном на высочайшем уровне практически никогда не проходят. Сегодня за ходом дистанции нам будет помогать следить не только видеокартинка, которую мы уже и накануне с вами видели здесь на экране, но и так называемая GPS-трансляция, где в таком вот графическом режиме, в графическом формате мы будем с вами наблюдать, как перемещаются спортсмены на дистанции. Я вас уверяю, будет очень и очень интересно. Разрывы между спортсменами по итогам спринтерской гонки, которая состоялась накануне, минимальны. Это значит, что уже к первой части, может быть, на первой части дистанции что-то поменяется. И самое главное, мы с вами все это на экране, на мониторе сможем увидеть. Ну а что касается старта, первые спортсмены, в данном случае вчерашние чемпионы, сегодняшний первый бип нашего второго соревнований, Станимир Беломажев из Болгарии уже готовится к старту, подходит к первой предстартовой линии. Продолжение следует... 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 Поехали. Дальше. Не начните, пока вы слышите. Начните второй. Пожалуйста. Три минуты до начала. Три минуты до начала. Пожалуйста, все участники, уважайте внимательно, чтобы вы начали позицию. Проверяйте вашу СИ-карту. И будьте готовы, чтобы начали. В зависимости от вашего начального времени. Три минуты до начала. Три минуты до начала. В переход Hawk. Двечения. Продолжение следует... 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 50 51 57 130 51 137 47 58 51 21 21 23 22 23 23 23 23 25 25 25 25 25 25 25 25 52 52 25 25 25 25 25 26 27 28 28 28 29 25 28 25 40 29 28 25 25 30 29 29 30 30 51 05 09 06 06 06 yeux 06 07 07 07 08 06 07 08 08 54 10 минут before the women start, so we invite you for the GPS 10 минут before the women start, be careful, we invite you for the GPS 5.30 5.30 5.30 5.30 6.30 6.30 6.30 6.30 6.30 6.30 6.30 6.30 7.30 7.30 7.30 7.30 7.30 7.30 7.30 7.30 8.30 8.30 9.30 7.30 9.30 10.30 8.30 9.30 Сейчас попробуем тоже здесь разобраться. Мы можем разглядеть, что Станимир Беломажев у нас по-прежнему лидирует. Ну а дальше, дальше у нас довольно серьезная группа преследований. Я напоминаю, что между первым и вторым участником у нас был 5-секундный интервал. Дальше 21 секунду отставали у нас третий и четвертый стартующие, соответственно, Томас Ходро и Якоб Шкода. И мы можем отметить, что они с такой плотной группой уже собрались, смогли подтянуться спортсмены, которые стартовали у нас позже. Вот чем интересна гонка преследования, вот чем интересен данный вид соревнований, тем, что борьба происходит очно. И кому-то из спортсменов, возможно, чуть ускорившись уже, что называется, сесть на хвост тому спортсмену, который стартовал раньше. Но с другой стороны, конечно, тоже не наестся главная задача, что называется, бежать в свою силу, для того, чтобы этих сил хватило на дистанцию. Дистанция сегодня довольно длинная. Все-таки у мужчин при оптимальном выборе варианта движения 9 километров 400 метров она собой представляет. И время, которое закладывают организаторы на победителя 35-38 минут. А это значит, что уже примерно через полчаса, даже меньше, мы узнаем, кто же у нас пересечет первую финишную линию. Я еще раз напоминаю для болельщиков, что сегодня гонка преследования. Мы готовы, готовимся через 30 минут уже приветствовать спортсменов на финише. И чуть раньше там, смотрите, опять у белого кирпичного здания опять висит смотровой контрольный пункт. Там тоже сегодня спортсмены будут непременно проходить. Таким образом, мы такие небольшие финишные разборки будем с вами наблюдать. Ну и затем здесь, соответственно, на финишной прямой будем поддерживать спортсменов. И я напоминаю, что в гонке преследования у нас те, кто пересекает финишную линию первыми, те и выигрывают. It is five minutes left for women's starts. And according to GPS tracking, we can see that now number two is leading in men's competitions. It is Yuri Yuzikov from Belarus. But we can see that all the groups are running together. So that means that everything will be decided close to the finish. Обратите, пожалуйста, внимание, уважаемые болельщики, те, кто, может быть, не так часто сталкивается со спортивным ориентированием. Посмотрите, циферка номер один, циферка номер два, пункты 31 и 32 представляли собой что-то единое. В одном месте располагались дальше. Пункт номер 34, он у всех разный. And now you can see that Stanimir Belomarjov take quite another way to the control number three. And it seems that he will be the first on this control. He chose quite another way, but it was seems to be the best way. Сейчас обратите внимание, что Stanimir Belomarjov выбрал совсем другой путь движения на пункт номер три по отношению ко всем другим спортсменам. И похоже, что он очень сильно упрочит свое лидирующее положение. Вот уже он подходит к третьему контрольному пункту и будет там первым с лидером, явно упрочит свое лидерство. Но сейчас уже четыре минуты, константируем четыре минуты до старта женщин, four minutes before their women start. Yes, really, Stanimir is now on the control and you can hear, see there that it is a clear leader for Stanimir Belomarjov. На этом контрольном пункте номер 34 спортсмены несколько раз окажутся. Всего же 20 контрольных пунктов у нас сегодня... 23 контрольных пункта сегодня у мужчин. Three minutes for women to the first start. It is about 15 seconds for Stanimir Belomarjov leading on the control number three. Меньше трех минут остается до старта первых женщин, less than three minutes before their women start. So today, the first will be started by Sonja Morsky from Finland. Six seconds later, Mira Kaskinen from Finland also. 17 seconds. Daisy Kudre from Estonia. 31 seconds. Evely Kaskinen from Estonia also. 36 seconds. Sanapfusa from Finland. 37 seconds. Anna Olvenson from Norway. 14 seconds. Anastasia Niverova from Russia. 51 seconds. Anna Wybornava from Russia. 54 seconds. Natalia Ignatova from Russia. 58 seconds. Елизавета Моисеева from Russia. 1 minute 10. 1 minute 10. Katarina Nymanova from Czech Republic. 1 minute 13. Maria Petrusko from Russia. 1 minute 10. Johanka Simkova from Czech Republic. 1 minute 30. 2 minute 11. 1 minute 13. 2 1 minute 13. 30 секунд до старта, большая просьба к болельщикам, поддерживайте тех спортсменов, которые на дистанцию ходят, для них это очень важно. 30 секунд до старта. 15. Стоп! 6. 17 31 36 37 40 51 54 58 58 10 59 59 59 59 59 59 60 59 59 60 61 62 62 63 64 Продолжение следует... 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 на финише появляться, и мы видим, что на последней, на последней третьей дистанции нас с вами ждет очень и очень интересная борьба, пока спортсмены идут довольно плотно. Оцените, пожалуйста, то преимущество, которое Станимир Беломажев себе уже обеспечил. Вот он уже крутится по этой бабочке, а основная группа, плотная группа спортсменов только-только сюда подходит, и сейчас заметили такой вот встречный вариант у нас движения небольшой у спортсменов, потому что Беломажев уже преодолевает как бы вторую петлю, второй круг, а основная группа преследователей только-только к этой бабочке подъехала, только подъехала к центру этой бабочки. И первый номер, первый номер у контрольного пункта, первый номер у кружочка, именно так контрольный пункт выглядит на карте у спортсменов. Первый – это порядковый номер, и второй, соответственно, второй, соответственно, это что называется, имя контрольного пункта, чтобы спортсменам было проще ориентироваться и соотносить тот ли контрольный пункт, который им нужен, к нему ли они приехали. Ну и нам, соответственно, тоже для информации я лишь напомню вам, что всего 23 контрольных пункта у мужчин сегодня на дистанции. Что касается женщин, то их чуть меньше, их сегодня будет 15, и расчетное время победителей 25 минут, соответственно, практически одновременно у нас на финише окажутся и мужчины, и женщины, так что здесь в финишном створе будет все очень-очень интересно. Теперь мы можем... Ну, немножко разобрались с тонкостями спортивного ориентирования? Разобрались. Пытаемся следить за картинкой на экране, когда она появляется. Женщины тоже. Что касается женщин, то там сегодня тоже 4 варианта движения. Все непросто, как казалось бы на первый взгляд, опять же, подчеркну, догнал и поехал, так не получится. 4 разных варианта дистанции сегодня мужчинам судьи приготовили, и 4 варианта у женщин сегодня будет. Ну, а режиссер телетрансляции обращает внимание уже на смотровой, контрольный пункт, мы можем воспользоваться бонусом, мы видим его своими глазами, смотрим слева от трибуна, и там в очень скором времени может и должен уже показаться лидер наших сегодняшних соревнований, первый чемпион чемпионата мира по спортивному ориентированию на лыжах среди студентов, болгарин Станимир Беломажев, который мы прекрасно с вами видели, как он двигался на третий контрольный пункт, когда все выбрали так называемый правый вариант, а Станимир поехал левым вариантом, и за счет этого более правильного, более оптимального варианта сумел достаточно много выиграть у группы преследователей и, соответственно, вырваться в лидер, и пока он в одиночку преодолевает дистанцию, и пилотона группа преследователей догнать, приблизиться к нему не может. Всего пять секунд, я напомню, было у Станимира преимущество над белорусским атлетом Юрием Языковым, и сейчас Юрий, конечно же, вынужден уже довольствоваться местом в группе преследователей, ну, а Станимир в одиночку борется с этой непростой погодой. А что еще хотелось бы отметить? Лидеру, в свою очередь, конечно же, тоже непросто, потому что мы видим, что идет сейчас довольно интенсивный снег, он идет по так называемому свежаку, и, соответственно, условия скольжения гораздо хуже, ну, а тем, кто будет у нас перемещаться позади, в дальней части пилотона, им будет и по скорости немножко проще, и при выборе вариантов, когда вот закончится вот эта бабочка, спортсмены у нас выйдут на единую траекторию, будут брать одни и те же контрольные пункты в той же последовательности, они уже, имея богатый опыт, смогут, конечно, ориентироваться туда или не туда, накатанная лыжня, ну, и, соответственно, такая вот небольшая подсказочка у спортсменов будет. Сейчас мы можем увидеть Станемир Дуламажес, он закончил эту часть курса с бутерфлой, и сейчас он приходит к контроль номер 18, я думаю. На местности я обращаюсь, конечно же, сейчас к тем болельщикам, которые здесь в центре соревнований находятся. Номер 43 нам показала кавера, мы хорошо видели, что смотровой контрольный пункт сегодня 43-й номер имеет, и, соответственно, когда на карте мы увидим номер 43, мы увидим, что Станемир Дуламажев в данном случае к нему приближается, мы можем смотреть налево и, соответственно, следить за перемещениями спортсмена своими глазами в реальном времени. Сейчас мы можем увидеть Станемир Дуламажев леет и приходит к контролу номер 41. И тогда мы будем ждать его на контроле, который будет номер 43. До сегодняшнего дня, леетер идет по 29 минуты и 35 секунд, и мы знаем, что время для победителя должно быть около 35-38 минут. Это значит, что очень скоро мы можем увидеть Станемир здесь на стадионе для контрольного контроля. И есть небольшое отличие еще, прошу прощения, по сравнению с предыдущей дистанцией. Когда мы с вами вчера на смотровом контрольном пункте видели спортсмен, он практически сразу, буквально через несколько минут оказывался у нас на финише, то сегодня дистанция более длинная, и этот контрольный пункт, в данном случае 43-й, который мы с вами видим, это примерно третья дистанция. Мужчинам еще 3 километра предстоит преодолеть до финиша. То есть, опять же, на этом смотровом контрольном пункте далеко не все решится, еще треть дистанции спортсменам предстоит бежать. Что касается женщин, не забываем и про них, они у нас также стартовали. Примерно в 11.40 предполагаем мы увидеть их уже на финише. 25 минут закладывают организаторы на дистанцию для лидеров среди женщин. То есть, одновременный финиш мы практически с вами увидим. Ну, а сейчас все внимание, судя по звукам, судя по звукам на 43-й смотровой контрольный пункт, где сейчас лидер проходит. Еще раз напоминаю, что тот, кто первый, тот и первый. Сегодня ориентироваться довольно просто. Гонка, преследование. Станимир имел небольшое преимущество, всего 5-секундный. И смотрите, насколько существенно он его сумел увеличить. И мы видим, в гонку привлечается текущий спортсмен, который занимает текущее второе место. Это Тера Линайма из Финляндии. Тера Линайма из Финляндии был вторым на контроле. И он взял один место. И теперь, третий, Юрий Языков. И также, большая группа runners, которые вместе. Они будут бороться за их золотой и бронзой позиции. Потому что, до сегодняшнего, мы имеем четвертый лидер Станимир Беломажин из Болгарии. Что касается Тера, Тера Линайма из Финляндии, которая у нас вторую текущую позицию занимает. Отметим, что здорово. Он прошел первые две трети дистанции. Он проигрывал Станимиру Беломажеву 51 секунду на старте. Было 12-м. И сумел чуть-чуть к Станимиру приблизиться и отыграть 10 позиций. Это очень и очень существенно. Мы приветствуем Станимира здесь на финише. Спокойно, спокойно. Он может позволить тебе финишировать. Браво! Теперь мы можем видеть Станимир Беломажеву на финише. Счастливый победа для Станимир. Это было очень хорошая рейс. Он может взять очень хорошую, очень хорошую выбору на курс номер 2-3. И это было очевидно. И теперь мы можем видеть борьбу. Борьбу для бронзого и бронзого. Мы поздравляем серебряного призера и следим за борьбой за третью позицию. И в борьбу для бронзого. Борьбу для бронзого. И на бронзого позиции. Это руна номер 6 Юрий Юши Тала из Финляндии. Он решает соблюдать лидеров перед ним и принимать бронзого. Борьбу для бронзого. Да, сейчас места в первой десятке уже распределены. Но остались спортсмены на дистанции. Остались мужчины на дистанции. Мы продолжаем их приветствовать. И, конечно же, не забываем, что скоро, очень скоро, здесь на смотровом контрольном пункте у нас появятся и девушки. Мы ждем за Мира Каскидин из Финляндии, лидируя в женщин-компетитах. И очень скоро мы увидим ее на видеоконтроле. А мы сейчас с вами могли воочию убедиться во всей непредсказуемости при, казалось бы, простоте гонки-преследования. Четвертый и восемнадцатый номер у нас финишировали бок о бок. У Якуба Шкоды из Чехии не задалось это преследование. Ну и отмечаем результат Сергея Шалина из России, который здорово поднялся в этой гонке-преследования. Восемнадцатом он стартовал. И мы можем видеть, что runners приходят из мужчин-компетитов. И здесь лидер в женщин-компетитах. Финиш, финиш, но внимание на финиш. Наш лидер, лидер женских соревнований и чемпион женских соревнований. Мы в этом не сомневаемся. Вспобедно вскидывает руки Мира Каскинин. Мира Каскинин from Finland now coming to the finish with a winning result for this pursuit race. Быстрая гонка, скоротечная гонка, интересная гонка, интересная для зрителей, интересная для спортсменов. Мира Каскинин вторую ходила на дистанцию с шестисекундным отставанием от подруги по команде Сони Морски. И вы посмотрите, какое преимущество удалось ей перевести всем остальным своим преследовательницам. Только что мы видели спортсменку из Норвегии, Анну Улвинсон, здесь на смотровом контрольном пункте. И сюда же, сюда же уже домчались еще две девушки из Финляндии. Одна из них вчерашняя чемпионка Сони Морски. Мы можем видеть, что в женщинском соревновании все было очень-очень разочаровано. И на втором позиции на видеоконтроле была Анна Андерсон из Норвегии. И теперь мы ждем ее в финале. Да, ждем с большим нетерпением спортсменок, которые у нас претендуют на данный момент на вторую, на третью позицию. Пока Мири Каскинин здесь не из них доказать, что бы скучно чемпионам скучно финиш не бывает. Но я думаю ей так же, как и нам, интересно узнать, кто же следом за ней и, главное, с каким отставанием пересечет этот финиш. Мы можем видеть, мы можем видеть вторую позицию на финале в женщинском соревновании, Анна Ульвенсон, из Норвегии, берет серебряную медаль для пассажирования. Анна Ульвенсон, серебряный призер наших соревнований. Поздравляем Анну с медалью, первой медалью на этом чемпионате мира среди студентов. Для спортсменки, вчера не все удалось, вчера были некоторые технические проблемы. И я думаю, что для Анны Ульвенсон эта медаль очень и очень важна. Но мы ждем бронзового призера наших соревнований. Теперь мы можем видеть Сонья Морски из Финляндии. Она решила бросить еще раз на последний контроль, и теперь она на финале, на бронзе позиции. Санна Пуса у нас финиширует. Санна Пуса, Финляндия. А у нас есть существенные, очень существенные изменения. У нас не все в порядке с отметкой у Мира Каскинина, а это значит, что у нас Наталья Игнатова, скорее всего, будет бронзовым призером. Если никто сейчас не успел еще финишировать. Наталья Игнатова, Россия, финиширует по порядку четвертой, но по факту должна она третьей оказаться в протоколе. Мира Каскинин в Финляндии. Спортсменка, которая первой финишировала, ошиблась. Она будет дисквалифицирована. Мы говорили с вами о том, что в спортивном ориентировании очень важно быть внимательными и смотреть на номера контрольных пунктов и брать те контрольные пункты, которые только тебе нужны. У Мира Каскинина была ошибка одна, но весьма существенная ошибка, которая лишит ее золото чемпионата мира. Мира Каскинин, которая может быть дисквалифицирована, и это значит, что победа сегодняшняя победа может быть Анна Ульвенсон из Норвеги. Мы можем ждать некоторое время чтобы получить все результаты от жюри, и затем мы можем предоставить, кто будет победа для победы. Тем временем Степан Жуков, спортсмен из России, дистанцию закончил. К сожалению, не далось ему подняться существенно выше после вчерашней 16-й позиции. И Мария Петрушка закончила дистанцию. Еще одна спортсменка из России. Все меньше и меньше спортсменов у нас остается на дистанции. Это значит, что все ближе и ближе мы к цветочной церемонии награждения. Поэтому, уважаемые болельщики, большая просьба не расходиться, дождаться того момента, когда на нашу сцену смогут подняться сильнейшие спортсмены. И спортсменки будем награждать шестерку лучших. Ну а до этого момента, конечно же, судям необходимо времени для того, чтобы составить верный окончательный итоговый протокол. Прецедент уже один есть. Мира Каскинин, к сожалению, была снята судейским решением за неправильное прохождение дистанции. Будем надеяться, что все остальные, все остальные с дистанцией справились на отлично. И мне подсказывает технический делегат наших соревнований, официально уже дискварифицированно. Таким образом, мы получили информацию от жюри, что Мира Каскинин была дисквалифицирована за ошибку в панчахе на протоколе. И теперь мы ждем для официальных результатов, потому что сейчас все должно быть проверено и тогда мы можем предоставить последние результаты для мужчин и женщин и для панчах на протоколе. Да, бывает и такое, бывает и такое. В спортивном ориентировании подобные дисквалификации по понятным причинам случаются, наверное, чаще, чем в других видах спорта. Все-таки в остальных дисциплинах чаще спортсмены дисквалифицируются о какое-то не совсем спортивное поведение и нарушение правил. Мы приветствуем на финише российского ориентировщика Евгения Осина. И здесь же поздравляем с завершением дистанции Юханку Семкову из Чехии. Чешскую республику спортсминка представляла и не совсем задалась у Анны Выборновой. Сегодняшняя гонка преследования, к сожалению, не сумела она подняться со своей восьмой позиции, которую она завоевала накануне. Но спорт есть спорт, гонка есть гонка, побеждает сильнейший, в данном случае побеждает тот, кто не только силен, но и тот, кто верно преодолен дистанцию. Елизавета Моисеенко финиширует. Елизавета Моисеенко, Россия. И здесь же Андерсал Эстония. Приветствуем его на финишу, завершает спортсмен-гонку. И смотрите, предфинишный контрольный пункт, смотровой контрольный пункт. Прошли еще у нас две спортсменки. Судя по всему, однако... Идет у них локальная борьба за позицию в итоговом протоколе. Ну что приятно, у нас спортсмены и спортсменки не сдаются, несмотря на то, что у нас золото, серебро и бронза, и даже позиция шестерки сильнейших уже разыграна. Вот мы видим на нашем экране, как продолжают бороться с девушкой. И здесь, в финишном своре, у нас очередная борьба, которая завершается в пользу спортсменки... В пользу спортсменки из Швеции. Спасибо. Спасибо. И двух девушек сейчас ждем о финишном своре. Вот они появляются, и вот она, обещанная борьба на финише. В пользу спортсменки по 116-м стартовым номерам, в пользу Кайсы Сталеры из Эстонии. Это локальная борьба. Совершается, но борьба за места на пьедестале, почетная борьба за попадание в шестерку сильнейших у нас уже завершилась. И для российских болельщиков есть приятная новость. Так как другой информации о сути не поступало, мы Наталью Игнатову поздравляем с бронзовой медалью этого чемпионата. Красивый финиш в исполнении спортсмена из Белоруссии Александра Рожкова. Первая медаль есть у сборной команды России. Первая золотая медаль у Норвегии. Я имею в виду сейчас женскую часть соревнований. Анна Улвинсон, у которой не все получилось в гонке накануне, в спринтерской гонке, заняла она шестую позицию. И сегодня она сумела переместиться на первое место. Просто здорово провела эту гонку. Ну а вчерашняя чемпионка женских соревнований Соня Морская у нас вторым местом довольствуется. Довольствуется Наталья Игнатова из России на третьей позиции. Дальше дружно финишировали у нас девушки из Белоруссии. На финише у нас еще одна белорусская спортсменка Дарья Языкова. Нет, прошу прощения, уже залипли немножко листочки. Это спортсменка из Болгарии Антоанетта Дяксова. Поздравляем ее с финишем и с большим нетерпением ждем в финишном створе, конечно же, спортсменов из Японии, которых мы так дружно и весело поддерживали с вами на старте. Я надеюсь, что так же дружно и весело будем поддерживать их с вами и в тот момент, когда они будут у нас завершать дистанции. Но, к сожалению или к счастью, этого времени нужно еще подождать. Японские спортсмены борются как могут, стараются как могут. И, собственно, главный девиз любых соревнований не победа, а участие. В частности, именно им руководствуются японские спортсмены. На самом деле не только сюда, но на самом деле японскими атлетами нужно восхититься, нужно за них порадоваться, потому что, несмотря на то, что, быть может, не в самой лучшей спортивной форме они находятся и, мягко говоря, не всегда борются за места на пьедестале почета, но они регулярно продолжают приезжать на соревнования, в частности, по спортивному ориентированию, набираться опыта. И, кто знает, может быть, в каком-то, ну, может быть, даже не очень отдаленном будущем японские спортсмены все-таки сделают такой существенный шаг вперед. Пока у нас на финише небольшое затишье. Я напоминаю, что нас еще ждет с вами цветочная церемония награждения. Большая просьба не расходиться. Тем более, что на пьедестал почета у нас сегодня будет подниматься и представительница нашей сборной, сборной команды России. Да, наверное, местные болельщики немножко расстроены, что нет той россыпи медалей, которую мы зачастую ждем от своих спортсменов. Но объясняется это довольно просто, что у нас такая вот настоящая студенческая дружина выставлена. Конечно же, в сборной России есть и титулованные, и маститые лыжники-ориентировщики. Но не выступают они здесь. И мы, конечно же, радуемся за резерв нашей команды, которая стартует здесь, в Олексине. Продолжение следует... Продолжение следует... И Станимир Беламажев, Он был победителем вчера, и он был первый на финале, с 24-магием, Теролинемея, из Финляндии. И на третьем позиции, Райва Кивлиэнгс, из Латвии. В четвертом, Юрий Языков, из Белараши. Вы знаете, что он начался на втором позиции, но потерял место. На пятом, Томас Котро, из Финляндии. И на шестом, Сандра Трутман, из Свицерландии. И Сергей Шалин, Томас Котро, из Финляндии. Томас Котро, из Финляндии. И на третьем, Котро, из Финляндии. Мы имеем Анна Ульвенсон, из Норвегии. И на сегодняшний позиции. Соня Морски, из Финляндии. Сильверные позиции. Наталья Игнатова, из России. У нас сегодня очень хорошая позиция, и она успела получить бронзе. Дэйзи Кудри, из Эстонии. В четвертом позиции. Эвили Касико, из Эстонии. Пятый. И Вероника Картелева, из России. Шесть позиции. Так что, мы имеем все результаты для флор-церемонии. и флор-церемония начнется в 12. Пожалуйста, все руководители и официальные, будьте готовы для флор-церемонии в 12. и флор-церемонии. Мы приветствуем очередного участника, очередную участницу на финише. Спасибо за свою рейс. Ну а мы через меньше чем через 10 минут начнем церемонию награждения, как только от свежевыпавшего снега будет очищена наша сцена. Приятно, радует нас погода, когда приезжали сюда. У всех возникали подозрения, достаточно ли снега в лесу. Организаторы сделали все возможное, чтобы даже несмотря на такое бесснежье соревнования прошли на очень высоком уровне. Но сейчас погода, погода снежку нам подсыпала, в том числе и на сцену. Итак, 12 церемоний награждения. Награждаем женщин и мужчин. Анна Улвенсон, Норвегия. Первое место. Соня Морский, Финляндия. Второе. Наталья Игнатова, Россия. Третье. Дейзи Кудри. Эстония. Четвертая позиция. Эвли Кассику. Эстония. Пятая. И еще одна россиянка. Вероника Кортелева. Кортелева, прошу прощения, шестое место. Что касается мужчин, то Станимира Беломажева поздравляем уже со второй победой. Здесь, на тульской земле, Теролин, Наймая, Финляндия. Второе. Евлинис Раева, Латвия. Третья позиция. Юрий Языков. Четвертая. Тумас Скоттро, Финляндия. Пятая. И Сандра Трутман. Швейцария. Шестое место. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Кулакова Субтитров А.Кулакова Субтитров А.Кулакова Субтитров А.Кулакова Продолжают финишировать спортсмены. Ждем их с большим нетерпением на финише. И сразу же после этого начинаем цветочную церемонию награждения. Здесь на сцене в самое ближайшее время она состоится. Большая просьба к спортсменам уже подходить к зоне награждения. Ну а что касается болельщиков, важная информация для вас. Продолжение следует... Мы получили новые результаты, были какие-то моменты, и очень скоро мы можем рассказать вам о последних результатах сегодняшнего рейса. И они изменены, и у нас есть еще другие прайсы, поэтому, пожалуйста, ждите немного за последние результаты, которые мы получили только один секунд. Уважаемые спортсмены, есть изменения у нас в итоговом расположении в протоколе результата. Будьте, пожалуйста, внимательны, ждем последнюю информацию и начинаем церемонию награждения. Немного информации о последних результатах. Результаты, Анна Улинсен, Норвегия, 1 место, Санна Пуса, Финлянд, 2 место, Соня Морске, Финлянд, 3 место, 4 место, Наталья Игнатова, Россия, Дейзи Кудре, Эстония, 5 место, и 6 место, Эвели Касеку, Эстония. И результаты, Станимир Беломашев, Болгария, 1 место, 2 место, Теро Линеймая, Финлянд, Финлянд, Юрий Юситал, 3 место, 4 место, Райво Кивленис, Латвия, Белоруссия, Юрий Языков, 5 место, и 6 место, Финлянд, Тумас Котров. Мы приглашаем спортсменов на цветочную церемонию. Мы приглашаем спортсменов на цветочную церемонию. Внимание, Сергей Сибелев, подойдите, пожалуйста, в зону награждения вместе с микрофоном. Сергей Сибелев, подойдите, пожалуйста, в зону награждения вместе с микрофоном. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Сергей Сибелев, подожди, пожалуйста, в зону награждения вместе с микрофоном Субтитры создавал DimaTorzok У нас все результаты готовы Дмитрий 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 Продолжение следует... 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 Ну и мы переходим ко второй части нашего сегодняшнего награждения. Награждать будем мужчин. And now we're invited the winners of men's competitions. Станамир Беломажев, Тер Алина Мя, Юрий Уситала, Райва Кильниекс, Юрий Языков, Томас Котра. Мы приглашаем мужчин. First place and second gold medal for Станамир Беломажев, Bulgaria. First place, Станамир Беломажев становится двукратным чемпионом первого чемпионата мира среди студентов по ориентированию на лыжах. Flowers awarded by Brian Porteus, I.O.F. President. Silver medal for Tero Lina Mea, Finland. Tero Lina Mea занимает второе место церемонии награждения проводит Roland Helberg, представитель Международной Федерации Спортивного Ориентирования. Roland Helberg's KIO Commission member of I.O.F. awarded flowers for the silver medals. And on the third place and bronze medal, Юрий Уситала, Finland. Юрий Уситала, Финляндия, третье место церемонию награждения проводит Дмитрий Киселев. Дмитрий Киселев from FISU, making this flower ceremony for Юрий Уситала. And on the fourth place, rival KILLEKS, Latvia. KILLEKS, rival Latvia, четвертая позиция, Александр Близневский, представитель Российской Федерации Спортивного Ориентирования, проводит церемонию награждения. Александр Близневский, Russian Oriening Federation Vice President, awarded flowers for the fourth place, rival KILLEKS. On the fifth place, Юрий Языков, Белоруссия. Belarusian спортсмен Юрий Языков, пятое место в гонке в преследовании. Flowers are awarded by Victor Aglichev, Tula Region Ориентирования Федерации Президент. President of Tula Region Ориентирования Спортивного Ориентирования, Виктор Агличев, проводит церемонию награждения. And sixth place, for Tumas Kotro, Finland, flowers will be awarded by Marina Sukhanova, Tula State University. Шестое место, Финляндия, Tumas Kotro, Marina Sukhanova, представитель Тульского государственного университета, проводит церемонию награждения. И сейчас, пожалуйста, фото вместе. И сейчас, пожалуйста, фото вместе. Болельщики, где ваши аплодисменты? Вот, вот, вот. И еще раз. И третий раз. Мы идем на сцене счастливейшего Станимира Беломажева. Он, пошедший в историю, уже двукратный, как минимум двукратный чемпион по спортивному ориентированию на лыжах среди студентов. Впереди еще два соревновательных дня. Кто знает, сможет ли повторить свой успех Станимир? Кто знает, кто поднимется в дальнейшем на Денисал Почета? У нас есть возможность увидеть это своими глазами, узнать первыми. Воскресенье и в понедельник продолжение чемпионата мира. Ждем вас здесь, в центре соревнований и первого чемпионата мира по спортивному ориентированию на лыжах среди студентов. Приглашаем. Приглашаем. Теперь у нас все свои студенты на финале. И теперь мы можем рассказать, что наши соревнований закончены. Мы закончили. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует... 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 This is our winter... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... These will be... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... And we're doing... And we're doing this... And we're doing this... Russia... Siberia... Продолжение следует... He's got to... We're doing this... It's a直接... We're doing this... 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...